Ой, ё-моё, старая с ним радость. Hi, hello. Уборка в комнате за декабрь, раньше я снимала такие видео практически каждый месяц, но потом что-то подутихло, я забывала про них, конечно, я не забывала убираться, но тем не менее, почему-то именно такие видео заставляют меня перебрать все самые, так скажем, тайные уголки моей комнаты и сделать всё максимально аккуратное. Несмотря на то, что я переехала сюда, даже ещё год не прошёл, я всё равно вижу, что где-то что-то уже не так лежит, где-то я понимаю, что нефункциональное хранение. Что-то вообще нужно выкинуть, поэтому сегодня мы вместе с вами это всё будем вместе с вами исправлять. Я буду убираться как в канцелярии, так же в своей одежде. Будем перебирать с вами домашнюю одежду и просто уберём такой общий бардак. Конечно, я никогда не довяжу свою комнату до критического состояния, но тем не менее, у всех разные понятия, например, для меня сейчас моя комната не очень аккуратная, и я бы хотела это исправить, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну и также, несмотря на то, что сколько у вас сейчас времени, встаньте и уберитесь хоть немножко, чтобы сделать своё пространство гораздо приятнее, уютнее. В общем, приступаем к самому ролику. Так, начинаю вам показывать масштаб действия. В целом, наверное, начнём с рабочего стола. Это типичная обстановка после каких-либо моих занятий. Здесь у меня лежат какие-то записи, тетрадки, поэтому сейчас я это буду всё убирать, складывать по своим местам. Например, я занималась английским, у меня здесь и ручки, и много-много всего, поэтому давайте сейчас, во-первых, это уберём. Это, можно было сказать, была такая лёгкая разминка. Теперь приступим к тому, что тревожило меня в последнее время и что не давало мне покоя. Это вот этот шкаф с одеждой. Здесь у меня хранится вся основная одежда. Кстати, здесь я пыль не протирала никогда. Вот пора бы это и сделать, наверное. Просто здесь хранятся вещи, я думала, что я их миксую, каждый день вынимаю, достаю, и тем самым как бы пыли не скапливается. Но на самом деле нет, это так не работает. Здесь у меня, кстати, снизу лежит домашняя одежда. Я думаю, что летняя может служить высоко, потому что у меня её очень много в какой-то момент стало. Я даже не поняла, в какой, и я бы хотела как-то это рациональнее разложить, потому что сейчас я явно не буду ходить в летней одежде по дому. Я тогда буду вот этот отсек, потом так же второй переберём. И это все домашняя одежда. Я даже не знала, если честно, что у меня есть новые колготки, но теперь знаю. В общем, всё, что у меня лежало в этом отсеке, я решила рассосировать на прям такую более-менее домашнюю одежду, а также на пижамы. И, конечно же, всё аккуратнее сложить, потому что обычно у меня как-то это скомкано, потому что, не знаю, кажется, как будто это очень легко мнётся. Кстати, мне интересно, что вы используете в качестве домашней одежды. Но я, например, не люблю ходить в каких-то толстовках, вот сейчас это исключение, потому что у нас было чуть холодно. А так я всегда хожу, так скажем, в пижамах, и мне так максимально комфортно, мне так нравится, и прям, не знаю, у меня это ассоциируется с домом. В принципе, все эти вещи нужны, просто на низ я положила летние, например, майки, какие-то топики. Понятно, что я их сейчас не буду носить, но, в принципе, они не сильно тут мешаются, поэтому я подумала, почему бы их тут не оставить. Кстати, удобно, что у меня эти отсеки для одежды довольно-таки глубокие, поэтому я могу всё сложить вот так. Я сейчас думаю, а может быть, можно было как-то сложить всё пофункциональнее, к примеру, например, назад сложить то, что я не ношу, потом то, что ношу, вот так две кучи. Я не знаю, так, скорее всего, не получится, но как идея это прикольно. Кстати, я видела, что некоторые используют такую систему хранения, как просто сворачивание всё в рулончике. Почему мне не нравится этот способ? Мне кажется, не очень удобно всё функционально оттуда доставать. То есть каждый раз, по сути, нужно будет переворачивать всю кучу, и, как по мне, это не очень классно. Напишите, каким вы способом храните вещи, классическим, как я, или же каким-то оригинальным, и, возможно, вы считаете его более удобным. Кстати, фокус с несколькими стопками одежды удался, туда вот назад, если выйдете, там чуть-чуть место, там будет летняя одежда, здесь у меня лежат вот это вот, ну, типа более-менее домашняя одежда, здесь прям пижама-пижама, и какие-то штаны также. То есть, как вы помните, здесь всё лежало не очень аккуратно, и прямо вот доверху было набито, а сейчас всё, как считаю, более удобно, и как будто появилось больше места. Теперь будем то же самое делать со вторым ящиком. Здесь, кстати, у меня вообще летние шорты, но, как бы, я не знаю, куда их класть. Вообще, их можно сложить туда, вот вообще за вот эту зону. И, кстати, это была бы хорошая идея, возможно, так сейчас и сделаю реально. И вот так вот получилось, я решила шорты не убирать, они, в принципе, не мешают, и я подумала, что у меня тут много места, да, кажется, что нет за счёт свитера, но по-разному можно класть свитер, и по-разному будет получается место. И в самом последнем ярусе мне просто нужно поаккуратнее сложить штаны, и, кстати, я уже слабо достаю, то есть мне не очень удобно, я, наверное, возьму сейчас стул. Ну, главное, знаете, сейчас не грохнуться с этого стула, это самое главное. И теперь мы переходим к, я думаю, вот этому осеку с канцелярией, здесь у меня вообще очень много всего. И также многое, что здесь я хочу перебрать, в том числе и этот комод, и вообще передумать, как здесь можно всё переорганизовать, потому что, смотрите, получается так, что здесь как будто очень много свободного пространства, и в целом как будто что-то можно и добавить. А снизу у меня по большей части вообще непонятно, что лежит, но вот скотч, да, что это. А сейчас буду думать, как это можно сделать. Также вот эти ящики, в этом, я думаю, в принципе, нечего менять. Кстати, вот также старый мой купальник, я его нашла, может быть, года три назад, я думаю, что от него тоже нужно избавиться, я не знаю, что он тут делал. А здесь у меня вообще в последнем ящике сборная солянка всего, и в принципе, да, непонятно, что куда складывать. В том числе у меня здесь лежит, например, вот такая вот коробочка, она была от моей светодиодной ленты, но здесь очень удобно, вместились все провода, какие-то переходники, что-то такое маленькое, и действительно оно здесь никак не теряется и спокойно лежит. А и также, я думаю, в принципе, вот в этот отдел можно сложить какие-то штуки для творчества, которыми я редко пользуюсь или вообще не пользуюсь, которые вот у меня лежат вот здесь. Сейчас вам покажу. Вот насчет этого ящика я не знаю, я его думаю положить повыше вообще. А здесь также кисточки, кисточки можно легко поместить в ящик, я думаю, это будет хорошая идея. А, например, у меня есть вот какие-то вот такие вот светильники новогодние, ну вот зачем они, да, мне на открытом месте, казалось бы, поэтому я думаю, сложить их сюда. Скажу вам, как здесь у меня все не функционально в том месте, хотя, в принципе, вот я считаю, этот ящик нижний, его не так сильно видно, поэтому там может лежать немного не то, что я использую каждый день. Там у меня лежит органайзер с маленькой канцелярией, просто какие-то точилки, ластики, все такое. Это у меня набор, как это называется, с брашпенами, я их тоже храню, потому что, ну, когда-то буду им пользоваться, понадобится. Здесь также у меня хранится две пачки бумаги для принтера и мои текущие алмазные мозаики, думаю, удобно здесь хранить хобби, то есть я их вынимаю, в любое время могу пользоваться, класс. Но насчет бумаги для принтера я уже придумала и другое место, чуть ниже, у меня там сверху есть как раз-таки, ну, много места, но сейчас у меня там хранятся, скажу по правде, подарки на Новый год, поэтому я пока что оставлю все так, а потом уже переделаю. Сюда, кстати, еще можно какие-то мелочи добавить, которыми я не пользуюсь, давайте перейдем дальше, я вам покажу. В общем, я придумала этот ящик убрать сюда пониже, как я сказала, здесь хранятся вещи, которые мне не так уж и нужны, ну и в принципе он является для меня, каким-то жизненно важным, поэтому я подумала, что, наверное, это будет логичнее так сделать, здесь у меня все остальное останется, здесь пару титаночек. Сейчас я, правда, переберу, посмотрю, может, как-то можно что-то перекомпоновать, а так мне все нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И последнее, что я решила сделать, это организовать свою одежду по сезонам и по цветам, так как у меня все постоянно перемешивается, я вешаю вещи, не обращаю внимания, куда я их вешаю, поэтому сейчас я решила этим заняться, чтобы сделать все максимально аккуратно и удобно. Так, сверху я все организовала по сезонам, кстати, хотела вам показать вот этот пиджак Lime, я его вообще не ношу, и я его ни разу ни за первый курс не называла, ни за второй еще, я не знаю просто, с чем его носить, я его надевала на вручение аттестатов и все, я не знаю, с чем его носить, только если с джинсами синими, то не знаю, возможно, я его надену, возможно, нет. Так, теперь переходим к нижнему ярусу, тоже сейчас все переберу по цветам, возможно, что-то перемещу наверх, например, как кардиган, я считаю, что ему там будет лучше. И на этом мой ролик уже, к сожалению, подходит к концу, как я уже сказала, я везде-везде выбралась и даже нет мест, где бы у меня не было сейчас порядка, я прям полностью довольна и, так сказать, готова встречать Новый год, поэтому, если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал, оставлять свои комментарии внизу, увидимся с вами в следующих видео и всем пока!